МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В водоемах, например, для купания человека не подходит пруд, если в нем плавают утки или гуси, а вокруг летают чайки. Не следует плавать и в озерах, поблизости с которыми есть сельскохозяйственные угодья или свалка. И, конечно, стоп-сигналом должно стать и наличие рядом с речкой промышленного предприятия или автомагистрали. Но неприятный сюрприз может поджидать купальщика Инна вполне прилично с виду в водоеме. Подробнее обсудим с главным внештатным инфекционистом Тюменской области Ксенией Степановой. Ксения Борисовна, здрасте. Здравствуйте, Ксения Борисовна. Начнем сразу с того, что недавно знакомые решили искупаться в озере, даже просто ноги намочили, выходят, и все покрылись красной сыпью, которая еще безумно чешется. Что это такое? Долго мы разбирались. Это так называемый зуд купальщика, который вызывается одним из видов гельминтов. Но для человека он так, конечно, не опасен, как вот наш любимый пистархоз, но может вызывать ряд, конечно же, дискомфортов и каких-то либо симптомов. Когда, то есть они внешне для человека абсолютно невидимы, то есть внедряются личинки вот этого паразита. Вообще это птичий паразит, можно так сказать, то есть они поражают в основном птиц. И, конечно же, один из циклов развития у них происходит в воде, и вот вы заходите, там, где вот как раз вы сказали, много человек или каких-то либо других водоплавающих птиц. И вот эти вот личиночки, они внедряются у вас через кожу и могут вызывать вот этот зуд купальщика. Если вы прямо вот совсем окунулись вот, так скажем, в жижу этих личинок, там, где совсем много чая только что было, то вы можете полностью покрыться такой сыпью. Она иногда бывает очень... настолько при нем доставляет дискомфорт, что этот зуд бесконечный, и он, в принципе, практически не убивается, мы не можем убрать симптоматически, то есть это просто дача антигистаминного препарата через рот. А это он, цирковиоз, это и он есть? Это он и есть, да, зуд купальщика. Он, кроме каких-то дискомфортных ощущений, он для здоровья чем еще опасен? Конечно, вот в большом понимании слова, как вот паразитоз для человека, он для нас так не опасен. Но если у вас снижен иммунитет, или у вас обширные очаги поражения вот этими личинками вот этого паразита, то вы можете, особенно когда жаркая погода, несоблюдение санитарных каких-то вот этих элементарных правил, песок, тут же какие-нибудь шашлыки, там где-то мусор и так далее, и тому подобное, может присоединиться вторично-бактериальная инфекция, то есть наслоение вот на эту вот, так скажем, папулку зудящуюся, которую вы расчесали, присоединится бактерия определенная и возникать по типу стептодермии, то есть гнойное поражение кожи. А вот это уже речится сложнее, особенно у детей. А что будет, если мы вот такую воду хлебнем? Нам, получается, попадут... Если вы хлебнете такую воду, вот, так скажем, вот именно зудом купальщика вы не заразитесь, а что касается других заболеваний, то вы можете поймать их определенный ряд. Здесь и вирусная инфекция, и кишечная бактериальная инфекция, и даже паразитарные инвазии. Вы можете заразиться вот через таким образом. И в больницу на месте. Я могу перечислить. Как отец дочери, которая недавно это сделала, и ровно такие же итоги были, подтверждаю 100%. Хорошо, мы зашли в воду, вышли, у нас сыпь, все чешется. Наши действия какие? Конечно, если они у вас очень сильные симптомы, выраженные симптомы, вы можете обратиться к врачу чаще всего, это или просто терапевт, или дерматовенеролог, можете попробовать справиться со своими средствами, то есть это, если у вас нет противопоказаний, это антигистаминные средства, это можно местную антигистаминную мазь, если, конечно же, происходит бактериальная инфекция, это только с учетом врача-терапевта вам назначаются антибактериальные препараты, ну и ряд других препаратов для того, чтобы снять вот этот вот зуд. То же самое касается и ребенка, да? Конечно, естественно, то же самое, да. Ну то есть самолечением лучше все равно не стоит заниматься и сдать анализы в любом случае. Если вы, по крайней мере, уверены, что у вас действительно это зуд купальщика, и вы, допустим, все вместе поплавали в этом водоеме, и у вас, допустим, у пяти человек из десяти развелось вот это, да, то есть здесь сомнений нет, скорее всего, это зуд купальщик. Вы это компания, это вообще вы походите на какой-то кошмар. Но, знаете, что я сейчас понимаю, что по сути, но эти бактерии, их же не видно. Это не бактерии, это паразиты, это гельминты, это гельминты, черви, так скажем. Ага, их же не видно, то есть по сути... Да, их не видно. То есть риск, по сути, есть везде, потому что чайка, но она, может быть, была здесь минуту назад и улетела, и... Совершенно верно, совершенно верно. Это лишний раз говорит о том, что надо купаться все-таки там. Вот интересно, можно по внешнему виду определить, что... Ну, если там нет ни уток, ни чаек, ни других водоплавающих, что там что-то водится, что может быть опасно для нашего рода? Нет, что бактерии, что вирусы, что личинки, паразитов, они, для нашего взгляда, не под микроскопом, мы не различим. А может быть, запах какой-то у воды специфический? Нет, запах специфический есть. Я думаю, все его ощутили с вами на протяжении последних трех недель. О, да! О, да, и даже не вблизи озера, а даже из-под кранчика. Да, из-под кранчика, да, до сих пор ощущаем. То есть, в принципе, если вы видите, что где-то есть болотистые места рядом, или заболотина, или камыши в большом количестве, и, естественно, когда вы подходите, видите, и есть такой яркий запах тины, а мы сейчас его все знаем, конечно же, лезть в такую воду ни в коем случае нельзя. Ну, стоит сказать, что в этом году вместо моря, многим Тюнсу, действительно, пришлось искать альтернативный вариант места для пляжного отдыха. Где земляки наши купались этим летом, или решили подождать южных волн? Давайте узнаем это сейчас. Мы предпочитаем даже жаркую погоду, минеральные источники. То есть, очень нравится, дети любят у нас купаться. В соблюдении идет безопасность, то есть, также находятся там ограждения, спасатели, то есть, также присматривают администраторы. То есть, нам очень нравится. На озере Липово. Как вам понравилось? Да, очень. Там теплая вода. Да. А минусы там очень грязные. Там очень много народу еще. Там, как бы, место маленькое, достаточно, и много очень народу. Мы отдыхали в Анапе, в Сочи. В Воровом у нас, на Андреевском. Много где. На туре купался. Вон там, в фонтане купался. Мы на зеленых холмах живем, поэтому мы купались у себя на озере и на туре. Там очень красиво такого места, мне кажется, по Тьмени больше нет. Мы ездили на юг, в Сочи. Мы отдыхали в санаторию, там все было хорошо. Мы купались на горячих источниках. Плюсы, то, что там вода теплая, но в этом же минусы, то, что она горячая. А еще минус, то, что там нет маленького бассейна, чтобы после, если тебе жарко, можно в холодную воду. Я здесь вообще не купаюсь в реках, если только удается там на море, да, где-то бывает такой выезд и все. Какая тут вода коричневая. Мы продолжаем говорить про опасность, которая поджидает нас в местных водоемах. Есть еще и одно из тяжелых заболеваний – лептоспироз. Перед началом мне хотелось узнать, Ксения Берсина, вы сами где-то плавали этим летом у нас в регионе? Однократно. Где, если не? Озеро Липовое. Так, там вроде безопасно. В живах. Это прекрасно. И самое главное. Теперь про лептоспироз. Это когда бактерии попадают в воду с калом животных. И с мочой. Так. Говорят, тяжелейшее заболевание. Ну да. Очень тяжелое заболевание, вызывается бактериями. Источником инфекции при этом заболевании являются, можно сказать, два очага. То есть это бывает природный очаг. Это как раз вот различные мышки, крыски, полевки и так далее. В том числе и ежики. То есть ежики. И второй очаг может быть – это сельхозяйственные животные. То есть это коровы, это лошади, это свиньи, которые тоже могут передавать это заболевание. Мы, конечно, с вами встречаемся чаще всего – это природные очаги. Именно водоемы, особенно где мы видим, именно с заболотистым местностью. И там где-то вот животные, может быть, видите, фекалии рядом. То ни в коем случае, конечно, туда залезать нельзя. Заболевание крайне тяжелое. Поражает печень, поражает почки. Развивается высокая температура. Появляется поражение печени в виде желтухи, гепатита тяжелого. Там прям кожа становится ярко-лимонного цвета, можно так сказать. Поражаются почки, развивается. Вплоть до острой почечной недостаточности. То есть достаточно все, может быть, прискорбно закончится, если вовремя не поставить диагноз и не начать лечение. А я вот вспоминаю сразу свое деревенское детство. И мы постоянно ходили на пруд, довольно-таки большой, и там рядом паслись коровы на поле. Это получается? Да. Мы рисковали? Вам крупно повезло. Крупно повезло. Но это что, это сразу реанимация? Или это тоже постепенно появляются какие-то... Ну, конечно, симптомы развиваются не за один день. То есть там есть несколько периодов. То есть период продормальный, период преджелтушный, желтушный, и период реконволюценции так называемый. И заболевание протекает, ну, несколько недель. Вы как-то в одном из интервью говорили о том, что опасно даже иногда просто пройтись по пляжу, то есть даже в воду не заходить. Совершенно верно. Но это больше относится к нашим южным пляжам, в том числе и к пляжам Краснодарского края. Да? Конечно. То есть там есть такие, в песке живут такие паразиты по названию стронглоиды, которые, их личинки внедряются абсолютно безболезненно, абсолютно через кожу ваших стоп, или если вы на песочке любитель полежать, то есть может внедриться через любое место, где-то ему успел, так скажем, подползти к вам. И развивается та же тяжелая заболевание с поражением и печени может поражаться, и поражаться и сердце, может поражаться суставы. В общем, так выраженный интоксикационный синдром с высокой температурой, сыпью и аллергическими проявлениями. Алексей Борисович, а как от шезлонга до морюшки-то дойти? Как в тапочках? А, конечно. Я об этом не подумал. А в само море насколько безопасно заходить? Там какие-то есть опасности, бактерии? Или соль там все как бы... Я вам более того скажу, соль далеко у нас не такой консервант, как нам это кажется, потому что, ну, наши близлежащие страны, соседи по Черному морю, у них всегда есть такое заболевание и достаточно серьезные вспышки, как холера. И в том числе через море, через морскую воду передается. Наши водоемы опасны и энтеровирусами, тоже должны об этом забивать. То есть это эхо, коксаки. Это такие вирусы, которые мы, в принципе, знаем его родного брата этих заболеваний. Это полимелит детский, наверное, слышали о таком заболевании. Вот это тоже заболевание, которое из этой же группы возбудитель, но там более по-простому может все протекать. Конечно, бывают сложные случаи. Может быть, вы помните, несколько лет назад у детей у нас было в Тюменской области такая вспышка менингита. Это именно вызвано было и вирусом вот этих вот энтеровирусов, одни из видов энтеровирусов. А так это может быть просто какая-то миалгия, боли в мышцах, это может быть какая-то лихорадка, еще называют его летним гриппом. То есть вот три дня температура, и потом все прошло, как будто вот ничего не было. На самом деле это вот вы переболели энтеровирусной инфекцией. А вот знаете, что я вспоминаю, на некоторых российских курортах очень часто можно увидеть водоросль, то есть прям цветет все. Это как-то опасно или... Ну, конечно, жизнедеятельность, то есть продукты переработки вот этих водорослей, они тоже ничего хорошего для человека не приносят. То есть это может быть элементарное отравление, даже вот если о том можно сказать. А потом в этих водорослях живут марксобактерии. То есть это может быть и бактерия, и дизентерия, ну, в меньшей степени. Это чаще всего здесь размножаются такие бактерии, как шельхиаколия, различные его виды там, лактоза негативная и так далее. И вот она может доставлять достаточно большую неприятность, особенно для наших детей, вызывая тяжелые кишечные инфекции с развитием обезвоживания, то есть когда требуется нашим маленьким детям и капельницам. А для первой помощи, вот если мы решили куда-то отправиться, что обязательно с собой взять, вот коротко, если, на всякий случай? Из аптечки? Да не только детям, но и взрослым в том числе. Это обязательно энтеросорбенты, это обязательно солевые растворы, это обязательно антибактериальные средства. С учетом того, что у нас в некоторых регионах достаточно серьезная заболеваемость, есть лотовирусная инфекция, это противовирусные препараты, ну и симптоматические, то есть жаропонижающие, обезболивающие какие-то средства, там ферментные препараты, но энтеросорбенты, солевой раствор и плюс антибиотик с противовирусом, это обязательно. Но лучше вообще не залезать в какую-то такую подобную воду. Вывод, мы хотим сказать единственный, отправляйтесь купаться, помните, что нужно, с точки зрения безопасности, ответственно относиться не только в воде, но еще и, как выяснилось, и на берегу тоже. Спасибо большое. Спасибо вам большое, да. Ну а далее недолго прервемся, а после небольшой паузы перенесемся в Токио. О спортивных событиях нам расскажет Максим Яковлев. Ну а также познакомим вас с победителями всероссийского конкурса волонтеров «Воды России». Никуда не переключайтесь, скоро вновь увидимся.